МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Всем доброе утро! В эфире новости. Меня зовут Антон Скаля. Самое важное, встали раннему часу, в ближайшие 5 минут. Для вызова скорой медицинской помощи или консультации специалиста Роспотребнадзора или Минздрава можно позвонить с мобильного 122. Голосовой помощник предложит вам варианты звонка и подскажет, как связаться с нужным ведомством. Такой номер работает по всей стране для консультации граждан по вопросам коронавируса. Там же можно узнать результаты теста на ковид и оформить больничный. Реконструкция моста через реку Песчаная в Смоленском районе завершена. В сутки по нему проезжают около тысячи автомобилей, среди которых школьный автобус и сельскохозяйственная техника. Сколько стоил ремонт моста на региональной дороге, как долго он прослужит, узнала наша съемочная группа. Мост через реку Песчаная расположен на региональной дороге Олеск, Петропавловская, Смоленская. Он обеспечивает проезд для школьного маршрута и сельскохозяйственных предприятий. Старый мост был призван аварийным, и в конце прошлой осени дорожники начали демонтировать его. Работы ежедневно шли даже зимой. Работа минусовой температуры на качество не влияет. Соответствующие мероприятия по выполнению данных работ именно качественно мы все производили. То есть это дополнительные обогревы конструкции. Поэтому нет, погода как бы не повлияет на то, что мост прослужит меньше или какие-то работы сделаны некачественно. Реконструкция моста стоила 350 миллионов рублей. 90% средств выделено из федерального бюджета, 10% из краевого. Сооружение в Смоленском районе уже не отвечало современным требованиям. Старый мост построили еще в 60-х годах. Транспорту было сложно разъехаться. Грузоподъемность всего 25 тонн. Отсутствовало освещение. Ну, старый был, но поуже был, но это и уже рушиться начал. А сейчас это вот широкий, но хороший, но кровный мост. Отряхил, но ямки были, но сейчас это все хорошо, прекрасно. Пролетные строения и опоры моста выполнены из железобетона, покрытия из асфальтобетона. Также обустроены тротуары, барьерные ограждения, освещение, подходы к сооружению. Благодаря расширению моста, 10 метров в ширину, 170 в длину, здесь может разъехаться транспорт любой грузоподъемности. Мосту не страшен паводок. Старители уменьшили количество опор и возвели дамбу, которая защитит несущие конструкции. Это не единственный мост в Алтайском крае, который нуждается в реконструкции. Сейчас мы уже работаем на двух мостах. Те, которые переходящие у нас на 2020 год, это Уксунай в Тогольском районе, это в Руссовском районе через реку Склюиха. Также у нас в перспективе на 2021 год еще 8 объектов, которые сейчас у нас находятся в экспертизе и на стадии торгов, будут проводиться. И на 2021 год мы планируем порядка 10 мостов вновь реконструировать и вести в эксплуатацию. ДСУ-4 дает гарантию на работы 7 лет. По словам подрядчика, нормативный срок эксплуатации моста в Смоленском районе 100 лет, а до следующего капитального ремонта 50. Анастасия Меншакова, Анатолий Фукс, Новости. Новогодние губернаторские подарки для школьников отправили в районы Алтайского края. В этом году дети получат больше 138 тысяч праздничных наборов со сладостями. В каждой упаковке по 800 граммов шоколадных батончиков и конфет, помадных, желейных и суфле. Производители позаботились и о детях с непереносимостью глютена. Собрали 135 наборов сладостей без этого компонента. Всего на фабрике произвели 111 тонн кондитерских изделий. Фасовали в эксклюзивную упаковку, разработанную при поддержке детского технопарка Алтайского края. В этом году подарок по поручению губернатора мы обдумывали с разных сторон и связали содержание оформления коробки и вот этих вкладышей в коробку с юбилеем столицы Алтайского края, города Барнаула. На коробке, которая оформлена в виде книги, мы видим надпись «290 лет» и поздравления от имени губернатора Виктора Петровича Томенко. Подарки получат учащиеся с 1 по 4 класс общеобразовательных школ, дети с ограниченными возможностями здоровья, которые учатся в госучреждениях края, воспитанники центров помощи детям, оставшимся без попечения родителей, а также дети медперсонала, работающего с ковидными пациентами. На этом у меня все. Желаю вам хорошего дня, будьте здоровы, оставайтесь с нами.